So, what is happiness for you? Доброго времени суток! Для меня, как для человека, который 10 лет учился в медицинских вузах, такие вот вещи кажутся очевидными, но для других людей, которые такие вещи видели или по телевизору, или где-то в больнице, когда сдавали анализы, возможно, составит какие-то определенные трудности и сделать вот такую штуку. Я сейчас поделюсь таким рациональным и простым способом, как сделать ватно-марливую пробку для пробирки 20-кой. Лучше всего пользоваться микологией 20-ками, это более рационально и более удобно. Для этого нам понадобится вата, бинт и еще нам будет необходимая такая, это не нитка, а более такая веревка плотная. И обязательно нам нужны будут для этого дела ножницы. Итак, будем делать все у вас на глазах. Я буду объяснять, для чего все делается. Первым делом мы готовим вот такую ленту. Это она у нас будет вместо арматуры. Сейчас вы все поймете, для чего это делается. Дальше готовим вот такую салфетку. Делаем раз, делаем два и делаем три. Этот бинт очень тонкий, поэтому приходится его складывать еще один лишний раз. Бывает бинт немного толще, тогда достаточно, чтобы он был всего втрое. Но здесь нужно так, чтобы он был втече. Вот такая квадратная салфетка. Это широкий, самый широкий бинт. Вот такая арматура. И очень хорошо, если у вас продается вот такая вот вата, разделенная на вот такие секции. Это очень удобно, потому что она разделена ровно на ту порцию, которая нам будет необходима для изготовления ватно-марливой пробки. Мы отделяем такой кусочек. Теперь смотрите, вот на эту арматуру мы помещаем ватно-марливую, то есть вату, ровно наполовину. Вот таким вот образом. Дальше из остатков предыдущей пробки, то, что мы обрезали вот эти хвостики, сейчас вы увидите, откуда берутся вот эти хвостики, мы складываем их внутрь. Это нужно сделать для того, чтобы пробка получилась именно того диаметра, который нам необходим. Еще раз повторю, что это делается для пробирки двадцатки. Вот. Мы аккуратно это все сюда выкладываем. И изготавливаем непосредственно саму пробку. Начинаем с края. И вот таким вот образом, очень стараясь, очень плотно свернуть вот эту вату настолько плотно, насколько это нам получается. И вот теперь поняли, для чего нужна была вот этот бинт. Он у нас будет служить что-то вроде такой скрепляющей арматуры. В дальнейшем вот так вот в руках прокатываем для того, чтобы пробка получилась максимально плотной, насколько это возможно. У нас получается вот такой патрон, который у нас уже не разваливается. В дальнейшем помещаем его ровно в центр этой салфетки. Заворачиваем вот таким вот образом. И подтягиваем углы. Делаем то же самое с обеих сторон. Вот. Теперь у нас получился вот этот патрон, завернутый вот в эту салфетку. Вот теперь осталось его только скрепить. Для этого мы используем вот эту веревочку. чтобы более удобно было вязать, я использую, намного удобнее использовать для этого дела анатомический пинцет. Вот таким образом мы подтягиваем. И осталось просто плотно это связать. И не знаю, я для надежности делаю две перевязки. Это не обязательно, но когда делаются эти пробки 30, 40 или 50 штук, то над этими узелками можно помедитировать. Вот. Сама пробка у нас готова. Вот такой у нее внешний вид. Вот теперь знаете, откуда берутся вот эти остатки, которые мы ложили внутрь. Эти остатки, это вот эти хвостики, они нам не нужны. Оставляем где-то полсантиметра. А вот это лишнее мы отрезаем. Эти хвостики пойдут дальше внутрь на заполнение вот этой пробки. А пробка у нас получилась. Теперь моделируем ее соответственно под пробирку. И половину самой пробки запихиваем внутрь, половина остается сверху. Такая пробка получается очень плотная. В дальнейшем ее хорошо и удобно держать в руке и удобно закрывать такую пробирку. После стерилизации в автоклаве вот эта вата еще естественно подсядет и она становится очень удобной и хорошей пробкой. Такие пробки можно использовать много раз. Если они в процессе работы и прожигания над спиртовкой немножко вот так вот подустали, то это можно исправить. Делаем то же самое. Просто мы берем и делаем еще одну квадратную салфетку и эту пробочку еще раз сюда же и перевязываем в эту салфетку. То есть мы ее обновляем и в дальнейшем вот эти использованные пробки можно стерилизовать и в дальнейшем использовать о пробирках. Вот такое полезное видео о том, как сделать пробку. А с вами был Макс Айлер. Следите за каналом. Макс Айлер. Спасибо. 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 Спасибо.